Приветствую всех на нашем канале Швили Фэмили. Сегодня мы находимся в одном из самых дорогих районов Израиля, Герцле-Петух. Чем она славится? Тем, что здесь находятся самые дорогие виллы и живут одни из самых богатых людей мира. Не Израиля, а мира. Да-да. Именно Роман Абрамович приобрел в свое время, около года назад, примерно здесь виллу стоимостью, умалчивает история, какой стоимостью. Так что давайте прогуляемся по этому району и посмотрим, что такое Герцле-Петух. Герцле-Петух. Стоимость этих вилл исчисляется миллионами долларов, не шекелей. Если заглянуть на сайт Ядштайм, открытый доступ, то можно найти там виллы 50-60 миллионов шекелей. Но обычно такие виллы продаются по закрытым каналам. Также приобрести здесь землю для того, чтобы построить практически нереально, точнее нереально. Вот то, что мы видим сейчас, здесь ведется стройка. Скорее всего, это была старая вилла. Может быть, это сами владельцы строят что-то новое. Ну, а может, они продали эту землю, свою землю, свою старую виллу по сумасшедшей цене, чтобы тот, кто хочет жить с видом на море, в Герцле-Петух, мог это сделать. На вопрос, кто же живет в этом районе, ну, как я уже сказала, помимо Романа Аврамовича, который приобрел здесь виллу, также живет владелец сети Superfarm, одной из крупных фармов в Израиле. А вот флаг, который за нами, показывает, что здесь, например, живет посол Румынии. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Прямо рядом с Герцлией находится местное поселение, которое называется Кфаршмарьяу. Проживают здесь чуть менее двух тысяч человек. Чем же оно знаменито? Ну, во-первых, здесь тоже находятся элитные виллы, дорогое жилье. И откуда же все эти богатства? В 1939 году сюда приехали репатрианты из Германии. Им дали эту землю для того, чтобы они основали здесь фермерское хозяйство. Так изначально и было. Более того, позже здесь даже появился завод, который производил молоко и молочные продукты. Но потом, вдруг, эти репатрианты получили ренту из Германии. Быстро обогатились и решили, что фермерское хозяйство им совсем уже ни к чему. Так они вышли в свободные профессии, построили себе дома и живут здесь припеваючи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Не стоит забывать все-таки, что Кфар это деревня. Поэтому по запаху это можно ощутить. Хотя находимся мы практически около крупной большой трассы. А еще можно встретить здесь разных жильцов, которые прогуливаются не только куриц и петухов. Здесь это обычное явление, но даже павлинов. Вот такой вот он Кфар Шмарьяу. Надеюсь, вам понравилась такая прогулка. Не забывайте подписываться на наш канал Швили Фэмили. Мы встретимся у нас на канале. Пока-пока.